Не хочу я здесь жить, потому что это общежитие. В дом ветеранов Раиса Захаровна переехала из своей двухкомнатной квартиры. Ее оставила сыну и внукам. Здесь уже 12 лет. Около 40 квадратных метров благоустроены ванны и туалет. По хозяйству помогает сиделка, но на душе у ветерана Великой Отечественной все равно неспокойно. Да, очень хочется свою квартиру настоящую иметь, а не такую казарму. А почему? Потому что хочу отношить, мне не надо метров 20, всего надо со всеми этими коридорами. Мечтать о своей квартире Раиса Захаровна начала, когда узнала об указе президента. До 1 мая 2010 года все ветераны страны должны получить по квартире. Сейчас в области более 500 ветеранов уже обрели свои квадратные метры. Это те, кто успел подать заявки до 1 марта 2005. Сегодня глава департамента соцразвития Александр Шиляев рассказал журналистам. Надежда на новую квартиру есть у всех участников Великой Отечественной. Принят новый закон, разрешающий рассматривать заявки, которые написаны и позже, марта 2005. В нашей области он вступает в силу с 10 февраля. Сегодня независимо от даты постановки на учет ветераны войны будут обеспечиваться жильем. Сейчас в очереди на квартиру в нашей области стоит более 1000 ветеранов и их семей. По закону этим правом пользуются инвалиды Великой Отечественной, участники военных действий и жители блокадного Ленинграда. Чиновники подсчитали, средняя рыночная стоимость квадратного метра в нашей области 26 900 рублей. Умножаем на 36 именно на столько квадратных метров по закону имеет право каждый ветеран. Получаем 968 400 рублей. На такую сумму ветеранам придется подобрать себе квартиру. Выбор у ветеранов невелик. Меньше чем за миллион. Однокомнатную квартиру новой планировки можно купить в Радужном, Нововятске и Коминтерне. И то, если хорошо поискать. В городе хватит на хрущевку или малосемейку. В районах Велико, Дружба, ОЦМ или Назональном. Причем специалисты советуют поторопиться. Самый период, который минимальная цена. То есть сколько это продлится, еще стагнация этих цен, значит, сколько они. Мы планируем по некоторым прогнозам до осени, по некоторым прогнозам год. То есть мы будем находиться в пике, в падении. Потом, конечно, цены тихонечко будут растить строительство. То есть цены пойдут вверх немножечко. Если ветеран найдет квартиру дешевле, разницу государство не вернет. Для супружеской пары ветеранов сумма удваивается. Раиса Захаровна уже с нетерпением ждет переезда. Она в очереди 21-я. Тем, кого в списках еще нет, чиновники советуют не затягивать и подать заявку уже сейчас. Социальные службы должны помочь в этом. Александра Татаринова, Александр Суслов, Бюро новостей, Дайвич. Продолжение следует...